Многим из вас кажется, что вшивать молнию в сумочку это очень сложно. В этом видео я расскажу, как это сделать быстро, просто и элементарно. Вы перестанете бояться вшивать молнию и сошлете себе ту сумочку, которую хотите. Привет, друзья! Меня зовут Валентина Букеева, и я основатель онлайн-школы шитья и современного квилтинга. Чтобы узнать все секреты вшивания молнии, смотрите это видео до конца. Для того, чтобы вшить молнию, вам нужна специальная лапка для вшивания молнии. Сама, собственно, молния, которую нужно обязательно проутужить, потому что она потом может дать усадку. И ткань, или та ткань, с которой вы будете шить сумочку. У меня она хеганая ткань. Это будет такой маленький кошелечек на молнию. А для сумочки лучше использовать номер 3 или номер 5. 5 даже лучше, потому что она более дносоустойчивая. И представляете, сколько раз в день вы будете открывать и закрывать вашу сумочку. Важно, чтобы молния служила вам долго. Поэтому номер 5 – это для больших сумочек, номер 3 – это для сумочек поменьше или для косметичек. Друзья мои, и пишите в комментариях, если хотите, чтобы я рассказала вам о подборе молнии для разных идей. Также лучше всего покупать молнию на пару сантиметров в длине, а то и больше, и всегда можно обрезать. Я покажу, как вшивать молнию без сметрами. Перед тем, как вшивать молнию, вам нужно загнуть вот таким вот образом под углом 90 градусов уголочки и прошить, чтобы вам не мешали они во время вшивания. После того, как вы закрепили вот таким образом уголочки, вы закрытую молнию прикладываете к верхнему среду, лицевая часть молнии к лицевой части будущей сумочки, прикладываете, совмещая все срезы. Это важно. А вот обратите внимание, что у вас кончик совмещен с краем сумочки и закалываете прищепками. Когда вы вот так прикололи прищепки, отметьте, пожалуйста, точечку 1 сантиметр от края. Мы будем дошивать, не доходя 1 сантиметр до края. После того, как вы установили прищепки, все сравняли срезы, расстегиваете молнию и прокладываете строчку примерно посередине ленты самой молнии. Когда вы начинаете строчить, обратите внимание, что я установила лапку и сдвинула иглу. Я сдвинула всего на 3, можно на 5 сдвинуть, на минус 5 или на минус 3, но я люблю, чтобы у меня строчка была посередине тесьмы, поэтому у меня всего лишь на минус 3. Вы сделали несколько стежков вперед, потом делаете назад и потом идете вперед. Как только вы доходите до прищепок, убирайте их. У вас лапка упирается в молнию, поэтому ничего не сдвинется, и у вас очень ровно и хорошо она вошлется. Поэтому, если у вас есть лапка специальная для вшивания молнии, то вшивание молнии – это одно удовольствие. И помните о том, что вам надо завершить на той метке, которую вы себе отметили. Обязательно сделайте реверсивную закрепку. Вот так это выглядит. Видите, вы прошили очень ровная строчка посередине. Обязательно проутюжьте эту строчку и то же самое делайте с другой стороны. Обязательно застегните молнию, как я уже сказала, проутюжьте ее. Дальше сгибаете свою заготовочку, соединяете срезы, вот эти вот срезы. Начните сначала, вот отсюда. Главное, чтобы видите, вот эти срезы, вот эти срезы у вас совместились. Опять же, вот эти срезы все совместились и опять же прикалываете к прищепке. Точно так же у вас здесь есть отметка, на которой вы заканчиваете шитье и делаете закрепку. И прежде чем проложить эту строчку, расстегните молнию. Ставьте руку внутрь, расстегивайте молнию. И начинайте, тут просто удобнее с другой стороны молнию шить, поэтому начинайте с той метки, которую вы расчертили. Так же делаете закрепку, вуаля, и идите утюжить. После того, как вы вшили молнию в основную часть, вам надо пришить детали под кладик. Во-первых, проверьте, застегните. Вы уже видите, как у вас все здесь красиво. Посмотрите. После этого вы опять расстегиваете молнию. Берете деталь под кладиком. Выворачиваете сумочку. Дальше. Берете под кладик и складываете лицом к лицу. То есть лицевая часть под кладика у вас смотрит на лицевую часть вашей сумочки. Кладете. Точно так же закрепляете прищепками. И точно так же вы строчите до той метки, до которой вы строчили лицевую часть. Для удобства строчите по той строчке, которая у вас уже есть. То есть она на изнаночной стороне лицевой стороны. Обратите внимание, что я придерживаю ниточки, как я вам уже говорила в других видео. Это важно. Убирайте прищепки. И так как у вас настройка лапки, настройка иглы такие же, то у вас строчка пройдет по той же самой строчке, которую вы делали ранее. И вот видите, мы здесь заканчиваем на один сантиметр, не доходя. То же самое. И делайте закрепку. Вот посмотрите, у нас уже как красиво спрятана молния. Обязательно проутюжьте. То есть сверху у вас только сама молния, а тесьма спрятана. Обязательно проутюжьте. И то же самое делайте на другой стороне. Я совмещаю срезы лицевой ткани. И скалываю прищепками. Или булавочками, как вам удобно. И то же самое я делаю с тканью под кладиком. Я точно так же совмещаю все срезы. И то же самое вы делаете с другой стороны. Но здесь молния уже вот, ее так, и тут нечего прятать. Главное, чтобы у вас вот эти вот срезы все совместились. Вот видите, вот так вот, таким вот образом. Совмещаете срезы. Внимание! Когда вы будете строчить. Во-первых, отложите один сантиметр, у вас припуск на швы. То есть вы строчите, отступив один сантиметр, с одной и другой стороны. А под кладик, когда вы начнете строчить, возьмите прям один и два. Немножечко сделайте, как трапециевидное, чуть-чуть в ту сторону. Чтобы под кладик, как в литой, у вас лежал в кошелечке. И вот это место не зашивайте. То есть не зашейте где-то там сантиметров 10, чтобы вам можно было вывернуть кошелечек. И я напоминаю, молния должна быть открыта. Не забудьте молнию спрятать внутри. Обязательно делайте закрепку. На всякий случай проверьте, молния там у вас внутри или нет. Вот я все ровняю, чтобы было ровненько. Вот. И помните, я говорила, на под кладике немножечко сделайте трапецию. Чуть-чуть вот так. Обязательно сделайте закрепку. И то же самое делайте с другой стороны. После того, как вы прострочили, я люблю, чтобы вы одну строчку поверх другой сделали для надежности. После этого вы все разутюживаете, отутюживаете. Обрезаете вот эти вот все уголочки вот таким вот образом, чтобы они вам не мешали. И не создавали толщину на уголочках. То же самое здесь на под кладике. Вот таким вот образом складываете этот уголочек, выворачиваете. Помогаете себе палочкой для суши, вывернуть эти уголочки. Обязательно вот это вот дно зашиваете. Хотите на машинке, хотите вручную, отутюжьте и зашейте его. Обязательно проутюжьте. И все, ваша сумочка готова. Вы можете делать вот эту строчку завершающую, можете и не делать. Я не делаю. Мне очень нравится незавершенность. Ну вот без вот этой завершающей строчки. Я люблю, потому что у меня стеганые сумочки. Вы делайте так, как вы хотите. И посмотрите, никаких волн, все очень ровненько. Мне нравится такой минимализм. Самое главное, вы, когда попробуете так шить молнию, вы убедитесь в том, что это действительно очень просто. Ничего не бойтесь. И обязательно шейте себе кошелечек. И напишите в комментариях, как у вас получилось. Надеюсь, что это видео позволило вам сразу, моментально шить классно, перфектно молнию в свой кошелечек или сумочку. Надеюсь, вам это видео было полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить другие полезные видео. А с вами была я, Валентина Букеева. И до встречи в следующих видео.